девчонки мальчишки всем привет привет отлично всем привет опять я в своей любимой кафешке хоть мне давид и сказал не ходи сюда больше здесь вот мужик приходит но видимо живет я говорю да сейчас еще из-за какого мужика буду кафешку менять нафиг надо я до нее специально шла за этот ходила сейчас карточку наконец-то получила в эту как ли назвать так называют эти карточки банковская эта карточка которая как вам объяснить почта почта имеет как бы свою банку почта банк так скажем карелс они не дают по моему кредит либо она так называется карелос припагу то есть там ну то есть дебетовая никак никаких кредитных линий ничего такого нету в отличие но это типа как сравнить с нашим почта банком когда он только начинался вот у них вот так только условия сейчас изменились я ее получала давно давно а сейчас ее надо было менять и у них не было этих карточек в наличии не было если раньше можно было заказать через интернет сейчас через интернет заказать нельзя можно только на почтовом отделении короче такая марокко и заказать если раньше все кто хочет мог заказать ну то есть когда в этот в этот хозяин кафе которые я говорила на чем остановился короче если раньше можно было просто показать что регистрация что ты здесь живешь бумажку но эту ставку то сейчас надо чтобы ты здесь прожил не меньше полгода короче вот так странные правила и карточку выдали бесплатно если раньше за нее брали там чего-то деньги а еще мы когда последний раз вот я сюда приехала мы я ходил туда денежки складывать то есть пополнить они брали с меня комиссию то есть почте на почте же туда деньги за закладываешь себе на карту зачисляешь и они с тебя еще полтора евро берут за то что они тебе услуги по зачислению денег сейчас нет сейчас все бесплатно я положил денежку все вообще ни копейки не взяла я вручу вообще ни за что она вообще ни за что и у них обслуживание изменилось раньше было два евро в месяц сейчас я время сделали я думаю ну ладно снова живем ничего все не отразил вот вы пошла пешком девчонки как бы вы не поздравляли за что большое спасибо пусть сегодня опять с утра ну как ругнулись не ругнулись но я покричала уже походил уже даже пока у меня поддержал но потому что это невозможно целый год год да я говорю это надо было вчера еще пока так и сидит за обедом и говорит ну как это я пропустил эту дату что типа но вот ты уже здесь я грудь я и не замечаю даты и даты я вру так ты не замечаешь а давид сидит каждый день в календаре крестиком отмечает поди что это еще один день прожил вместе но потому что не знаю но пока ржок конечно но в этом так нельзя все время вместе тоже нельзя все время вместе я им грудая куда-нибудь скажу он я понимаю конечно что он может быть и опекает там или еще чего-нибудь вы не поверите я только сегодня вот сейчас на почте я выучил свой номер телефона который у меня уже год вот мы еще поражали с этой девушкой то которая там работает она как ты не за ноги скажи мне свой номер телефона и я полезла смотреть в этом в какого в телеграме где у меня там много причем номер все время потому что не она мы приходили она нас видела ну то есть она давида знает как знает так просто знаком я говорю потому что все время гром со мной все время ты чё такая ну и вот пусть на эту тему ругнулись не то я говорю не то что ругнулись я покричал опять холодильник у нас все дурит удурит значит вызвал давида вчера мастера сегодня его надо целый день ждать то есть никуда не выходить а тут позвонили с почты говорят приходите пока карты есть время было 10 утра я говорю все я побежала значит собираться все давид говорит подожди я надо чтоб я с тобой а как же мы будем мастера я вам груду слушай пока куда-то там уходить надо было я могу оставайся дома я сама схожу пешком не пешком так на автобусе автобусом просто кругом а пешком по прямой так вот вообще по прямой вот так а дома спускаешься никуда не сворачивай я говорю сама схожу вот чё ты пойдешь одна а когда мы с ним приходим туда он проходит без очереди то есть даже если там дофига народу ну-ка обычная почта а тут значит вот тебе придется очередь стоять я грудь чего у меня ноги отвалятся что ли я не пойму постою в очередь значит ну вот что ты как ты пойдешь 1 вот это вот все вот эта история начинается ему груз слушай я грунт я уже в конце концов совершенно летние я уже могу ходить 1 насколько можно в конце до концов ну вот я просто хотел чтобы вместе я буду ты мне дашь одну это что-нибудь сделать или нет ну вот на машине лучше я грудь домой с тобой так никогда не похудеет молодонник где я грудь я ходить не могу тебя спина болит я так у меня спина болит потому что у меня уже мышцы атрофировались к чертовой матери я ничего не делаю физически максимум что я делаю ну вот в квартире убираюсь это это я уже говорю да давайте еще мы поможем все наймем и тогда я вообще просто лягу все так потому что не бывает ну короче вот ну что вот я хотел на машине просто полегче я грану вот так вот полегче полегче игру в итоге у меня ничего не работает не то чтобы это твоя вина я бы ну вот так вот выйти я тоже никуда ну скажу тут идти километр двести тысяча двести метров за меня папа навигатор посмотрел обратно же придется тебе подниматься в гору и вот и что что мне придется подниматься в гору короче пока уже позже пока вышел обычно не вмешивается когда мы так начинаем громко разговаривать а тут вышел ему горит тут учет уже так просто тоже будут все позже но так реально так нельзя так нельзя от нас все время вместе это сумасойти она конечно хорошо поначалу очень даже романтично но потом просто вот крыши не хочется уже что-то сделать самой в конце концов что тени опекали а то реально как комнатная собачка так нельзя короче вот все сегодня я без кофе я сегодня с этим час обратно шла-шла думаю нет присяду я перед домом все равно попьем ну правда в горку тяжело да ну зато ничего страшного прошла даже не остановилась ни разу потихонечку потихонечку мышц вообще нету нога опять вообще нету мышц это кошмар какой-то реально надо ходить пешком потому что на машине сколько новых мест я спускалась по одной улице поднялась по другой по параллельной улице посмотрела там еще хотела короче за поздравление все равно спасибо да мы этот год пережили большое вам спасибо девчонки и без вашей поддержки часто меня клинило выдавали много полезных советов поддерживали меня всячески как могли везде из-за этого вам огромное спасибо дучи мне у меня самый лучший я вам хочу сказать сейчас допью и пойдем доедать и зачетом с холодильником мы главное вечером то он мастера вызвал владели все отрубился в плюс пошел уже все а там столько продуктов я и до этого покупали и я еще сейчас и мороженое я вчера купил и торт там это стоит и короче и заморозки вот эти всякие да я говорю ну все сейчас там будет одна сплошная каша в морозе вечером спать пошли уже так все со всеми продуктами если он был никуда и больше положить некуда игру ладно сколько сохранит тепло там утром чуть придумаем утром проснулась 8 утра холодильник минус 18 градусов на морозил на ночь в морозилку залезать я даже боюсь я даже боюсь представить что там из этой каши превратилась в ледышку ну и пока я молоко доставала кофе туда-сюда он вам с опять отрубился не знаю ты сейчас пойдет мастер за когда этой папе с холодильником закончится пока вообще предлагает говорит давай это довезу то что холодильник там покупать пока говорит давай купим отдельно морозилку чтобы было на всякий случай но вот сейчас вот так куда даже если наладить в холодильник чтобы было а потом если чего этот когда уже совсем сдохнет купим просто холодильник холодильную камеру то есть не мара без морозилки такой ну или какой-нибудь минимальный там чтобы больше было место для вот давить сразу на 1 вопрос куда поставим пока тут же нашел где убрать тумбочку который сейчас спит и риск играть поставим вот сюда посмотрел как будто поделать я говорю я пока вы риска с тобой не согласна ну короче все квартира большая поставить это я еще до комнаты не добралась надо в этот в комнате все раскидать маленькой не что круто не дошли очень только видите залезла туда наконец-то достала доску и погладила рубашку все остальные это у меня единственная вещь которую нужно было остальные вещи так выпали шкафа так и носит ой ну все народ прибавляется наверное девчонки я пойду раз допью и пойду обедать то что от вчера осталось то что ты не пропал что вчерашний дня будем сегодня это обед готовить но все всем еще раз большое спасибо за то что комментируете ставите лайки читаете блок всем большое спасибо пока пока